Здравия всем! В экспериментальном романе Габриэля Ферналя «Время конца» один из героев, влиятельный сюзерен, обращается к своему вассалу с такими словами «Если тебе есть что говорить, то говори до конца и ничего не утаивай, а если нет, так иди себе дальше и не трать попусту моего времени». И вот, раз уж мы с вами уже много подкастов подряд обсуждали творчество великого японского режиссера и мультипликатора «Хаяо Миядзаки», так стоит, наверное, довести дело до конца и сказать все то, что было мною упущено и забыто. Хотя, признаюсь честно, у Миядзаки я могу записать еще не один подкаст и наверняка запишу. Но все-таки, с чего бы нам начать? А начнем мы с самого главного, с того, что важнее всего. Магия. Мультфильмы «Хаяо Миядзаки», и я уже акцентировал на этом внимание, исполнены магией, волшебства. Однако, не для каждого современного человека слово «магия» до конца понятно. Обычно этот, так сказать, термин связывают с чем-то наивным, нереальным и вообще детским. Вроде народных сказок или того похуже, всякого фэнтези. Таким образом, некоторые люди полагают, что магия это всего-навсего выдумка, и никакого волшебства в природе никогда не было и быть не может. Разумеется, отчасти это правда. Очень глупо верить в то, что не существует, и пытаться доказать другим, что это не так. Иллюзии нашего разума и наших чувств способны обманывать нас, и мы это хорошо знаем. Поэтому весьма вероятно, что какой-нибудь человек, заблудившись в лесу и будучи напуганным своим положением, способен ошибиться и невольно принять волка за оборотня или лося за единорога. Да, все это действительно может случиться. Но только мы с вами говорим не об этом. И беда в том, что разные люди под словом «магия» могут понимать совершенно противоположные вещи. В таком случае, чтобы не путаться и не подумать, будто мы с вами обсуждаем макаронных монстров или летающих свиней, поркороса, давайте раз и навсегда разберемся в том, о какой именно магии мы с вами ведем речь и какой смысл вкладываем в это слово. И почему считаем, что мультфильмы «Миядзаки» волшебны? В одном из лучших фильмов 21 века я говорю про воображариум доктора Парнаса Терри Гиллиама. Сказано, этот мир, в котором мы живем, полон магии и чар для тех, кто смотрит иначе. Хорошо. А что значит «смотреть иначе»? Очень просто. Это значит смотреть внимательно, замечать то, что не замечают другие. Таково уже наше сознание. По отношению к миру оно действует как фильтр, который пропускает или не пропускает те или иные информационные потоки. И это научный факт. Доказательство тому – многочисленные социальные и психологические эксперименты, которые ученые проводили над человеческим сознанием и памятью. Но и это еще не все. Кроме того, что наше сознание любит сыграть с нами злую шутку, так еще и наш собственный опыт может быть несовершенен. В некоторых дальневосточных и африканских странах местные жители не верили в то, что на свете есть такое животное, у которого четыре ноги, вытянутая морда, грива на шее и хвост за спиной. Они никогда не видели лошади, а потому полагали, что она вымышленное мифическое существо. А теперь представьте себе, что с ними было, когда им выпадала возможность прокатиться верхом на коне. Думаю, что для них это переживание было сравнимо разве что с полетом на Василиске. В другом, не менее значительном фильме нашего века, отрочестве Ричарда Линклейтера, герой Итана Хоука рассказывает своему сыну, что волшебным можно считать все, что угодно. Вот, например, кит. Если рассказать кому-нибудь, кто никогда не слышал о китах, что на свете есть огромные существа длиной до 30 метров и весом в несколько сот тонн, одно сердце которых может весить тысячу килограммов, то этот человек наверняка усомнится в реальности такого животного и почтет за вымысел всякие о нем рассказы. Вот молодец, Линклейтер и Хоук, ведь так верно имя подмечено. Если хотя бы на минуту попытаться отвлечься от наших привычных мыслей и взглянуть на мир с другой точки зрения, ну вот так, как на него смотрит ребенок, тогда разница между волшебным, мистическим и бытовым, обыденным станет уже не такой очевидной. А может быть, эта минута растянется на часы, а то и недели. Может быть, она совершенно изменит наше мировоззрение, наше отношение к миру. Превратит нашу обыкновенную серую городскую жизнь в волшебное путешествие, magical mystery tour, как у битлов. И когда человеку удается достичь такой чистоты восприятия, когда иллюзии и тьма невежества хотя бы частично покидают его сознание, он начинает жить в как бы совсем другом мире, кардинально отличном от того, в котором он жил раньше. Ведь не просто так древние говорили, измени себя, и тогда изменится весь мир. И если такой человек, для которого волшебство – это повседневность и само бытие, примется за творчество, например, за мультипликационные фильмы, тогда вся его любовь, весь его опыт и таланты отразятся в его работах. Хаяо Миядзаки – именно такой человек. У него другая точка зрения, и вы могли убедиться в этом из его интервью. Обязательно почитайте или посмотрите. Подобно Герману Гессе или Гилберту Кейту Честертону, Миядзаки убежден, что наш мир значительно больше и сложнее, чем мы полагаем. И в отличие от многих других, обычно хорошо образованных людей, Миядзаки не склоняется перед догматами разума и логикой Аристотеля. Он предпочитает жить иначе. Как говорил Дон Хуан, учитель Карлоса Кастанеды, наш выбор ограничен. Либо мы принимаем, что все – реально и определенно, либо нет. Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаем и от себя самих, и от всего, что нас окружает. Какие чудесные слова. Если же мы выбираем второе и стираем личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и таинственное состояние, когда никто, даже ты сам не знает, откуда выскочит кролик. От магии к музыке. А знаете ли вы, что ко всем без исключения, мультфильмам Хаяо Миядзаки, то есть в течение 30 лет, музыку писал все один и тот же человек. Именитый японский композитор-минималист Мамору Фудзисава, он же более известный как Дзё Хисаиси. Его сотрудничество с режиссером началось в далеком 84-м, когда его порекомендовали Миядзаки в качестве композитора для Навсекайи из «Долины ветров». Вот, кстати, о чем я еще подкаста не записывал, а Навсекайи обязательно запишу. Так вот, Миядзаки внимательно прослушал все, что Хисаиси когда-либо записывал в студии и пришел в неописуемый восторг от его творчества. Без всяких лишних проволочек Хисаиси приняли в штат, при условии, что он создаст самый необыкновенный и странный саундтрек, который только может прозвучать в фильме. И что бы вы думали? Музыка Навсекайи из «Долины ветров» оказалась настолько хороша, что автора в одночасье признали одним из наиболее талантливых и оригинальных композиторов современной Японии. Слава обрушилась на голову Джо, как тропический ливень, и продолжает обрушиваться до сих пор. Японская киноакадемия награждала его почетным местным Оскаром в категории «Лучшая музыка к фильму» рекордное количество раз. Четырежды. Он постоянно дает концерты вместе с филармоническим оркестром. Его приглашают на телевидение. Он выпускает сольные альбомы. И даже сам Такеши Китана, этот якудза японского кинематографа, почитал за честь сотрудничать с мастером. Хотя вроде как в последние годы они и разбежались. Но все эти слова – ничто. Вряд ли они позволят понять, какова музыка Дзёхи Саиси на самом деле. Как писал Елисей Бонифаций, «Прильнем ушами к музыке восточной, чтобы ничего уже не говорить, ведь что не скажешь – это будет ложью. Что не припомнишь – лучше позабыть». Из Японии в Англию была такая британская писательница Диана Уинн Джонс, автор многочисленных романов для детей и для взрослых. Ее излюбленный жанр – фэнтези. Писательница родилась в 1934 году и счастливо прожила 76 лет. Любопытно, что когда она училась в Оксфорде, это были 50-е годы, ей выпала редчайшая возможность посещать лекции двух прославленных инклингов – профессора Толкина и богослова Льюиса. Да-да, тех самых, которые написали «Властелина колец», «Хроники Нарнии» и еще много чего интересного. Так вот, вдохновившись знанием совершенно мудрых, Диана Джонс выпускается из Оксфорда с дипломом специалиста по английской литературе. Она выходит замуж и принимает решение стать серьезным литератором. За всю свою жизнь она напишет огромное количество книг, некоторые из которых сегодня признаются классикой фэнтези. Одним из ее лучших друзей был Нил Гейман, автор популярных фантастических романов и комиксов, который высоко оценивал творчество Джонс и даже называл себя ее поклонником. Да что и говорить, если многие литературные критики считают, что серия романов Джонс про миры Крестоманси предвосхитили Патриану Джоан Роулинг. Но правда это или нет, пока еще неизвестно. В 1986 году писательница опубликовала одну замечательную детскую книжку, которая стала довольно известной и была награждена несколькими премиями. Называлась она «Ходячий замок хаула». И в ней прозвучали такие выдающиеся фразы, как «Вам придется признать, что я имею полное право жить в свинарнике, если мне так хочется», или «Когда отправляешься на поиски счастья, становится не до мелочей». В книге много всего чудесного. Тут вам и волшебники, и заколдованные чучела, и королевский двор, и хитрые ведьмы, и вряд ли бы мне пришло все это вам рассказывать, если бы однажды, в начале двухтысячных годов, этот роман не попался под руку Миядзаки. «Ходячий замок» настолько ему понравился, что режиссер принял решение экранизировать книгу. Несколько переосмыслив ее историю, Миядзаки закончил сценарий и утвердил идею фильма на студии Гибли. В 2004 году фильм выпустили в широкий прокат, и само собой, разумеется, он оказался настоящим чудом. Сам Хаяо Миядзаки признавался, что его задачей в этом фильме было изобразить чистую любовь. Для этого фильма Миядзаки потрудился на славу. Как обычно, он долгое время выбирал подходящее место действия, натуру, которую можно бы было использовать для «Ходячего замка». С этой целью режиссер не поленился пройти пешком десятки, а то и сотни километров на двух континентах. На самом деле, говорит Миядзаки, действие сказочного романа «Дианы Уинн Джонс», по которому поставлен мой фильм, происходило в Уэльсе. И то быть уверенным в этом на сто процентов невозможно. Я был в Уэльсе несколько раз, и потом решил, что не хочу перемещать туда действия моего фильма. Вместо этого я использовал пейзажи Эльзаса и Казахстана, перемешав их друг с другом. Это же сказка! Кроме этого, Миядзаки покорпел и над сценарием. Некоторых персонажей книги он отбросил, а других изменил по своему усмотрению. Одно из самых разительных изменений касается финала «Ходячего замка» и судьбы ведьмы-пустоши или болотной ведьмы с соперницей волшебника Хаула, главного героя произведения. В книге она погибает от руки Хаула, уж простите за литературный спойлер. Но в фильме все происходит совершенно иначе. Но как я не скажу. Как верно подметил один из персонажей «Ходячего замка», говорят, что лучше дружбы ничего нет. И Миядзаки поддерживает такую точку зрения. Но, конечно, оговорюсь, совсем не в диснеевском ключе, а в особенном, миядзаковском, гиблином. Рассказывая про мультфильм Миядзаки, просто нельзя обойти стороной сам «Ходячий замок», который получился фантастически привлекательным. Википедия, мать всех наших знаний, сообщает. В течение фильма замок Хаула менялся и перестраивался несколько раз. Основная конструкция замка состояла более чем из восьмидесяти элементов. Он создает впечатление огромной движущейся массы из всяческих механизмов, блоков, окон и труб, наваленных друг на друга и водруженных на четыре стальные лапы, чем-то похожие на куриные. Этими лапами, и не без помощи чар демона Кальцифера, замок путешествует по окраинам волшебного королевства. Неудивительно, что на одном интервью Хаяо Миядзаки задали подобный вопрос. Правда ли, что «Ходячий замок» навеян образами из русских сказок? И режиссер подтвердил догадку. Он сказал, да, правда, был там такой смешной дом на куриных ногах, в котором жила эта, как ее, Баба-Яга, ну, Джон Уик. Мне это очень понравилось, и так я придумал мой замок. Все, что я читаю и вижу, я потом использую в моей работе. Итак, «Ходячий замок» — это потрясающий мультфильм, который ни в чем не уступает другим работам режиссера. Как и все, что когда-либо делал Миядзаки, за исключением разве что «Приключений Люпена», «Ходячий замок» души полезен в любом возрасте, и взрослым, и малышам. Вот-вот, именно так. Он полезен для души, по-другому и не скажешь. Бориса Гребенчакова, редкого специалиста по аэростатам и аквариумам, как-то раз спросили, какие у вас любимые фильмы, и получили такой ответ. Их очень много. Последнее из того, что я смотрел так, что слезы наворачивались на глаза, это «Рыбка понью на утесе» великого японского аниматора Хаяо Миядзаки. Глубоко духовный фильм. Я бы сделал его обязательным к показу в монастырях и в воскресных школах. Так вот, «Ходячий замок» тоже из этой категории. Он волшебен и бесконечно красив. Как пел Джордж Харрисон, если вы откроете свое сердце, то поймете, что я имею в виду. Магия, духовность, красота, чем только не богаты мультфильмы Миядзаки. Но каким же образом ему удается достигать такой выразительности, такого высокого уровня искусства? В чем его секрет? Обратимся к самому автору. Как я работаю? Я мыслю. Мыслю и снова мыслю. Если найдете более эффективный способ, то дайте мне знать. И еще. Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Или вот так. Никогда не упускайте шанса сразиться с продюсерами. И, наконец, самое главное правило Миядзаки. К черту логику. Я никогда не читаю рецензии критиков, говорит Миядзаки. Они мне попросту не особо интересны. А вот наблюдать за реакцией критиков это другое дело. В этих словах кроется еще один секрет успеха Миядзаки. Прислушиваться к словам окружающих, особенно кинокритиков, а да ненавижу их всех, это гиблое дело. В конце концов, встретить человека, который будет давать конструктивные замечания, а не просто критиковать вашу работу, сидя на позолоченном труне, сегодня практически невозможно. То есть, дело не в эгоцентризме режиссера. Дело в том, что Миядзаки интересует не мнение других людей по поводу его творчества, но само творчество и та радость, которую оно ему приносит. Я хочу сказать, что он не занят славой, популярностью и направляет всю свою энергию на то, чтобы заниматься любимым делом, несмотря ни на какие мнения со стороны. Вместо этого, Миядзаки удивительно скромен, прост и абсолютно равнодушен ко всему, что не имеет отношения к его фильмам. Вот он говорит, какую роль сыграли мои работы в современной популярной культуре? Честно говоря, я имею мало представления о ней. Единственное, что я смотрю постоянно, это прогноз погоды. Да, Миядзаки, по счастью, свободен от многих грехов, которыми страдают деятели той самой популярной культуры. Почему-то принято думать, что слава и деньги, эти частые спутники популярности, могут осчастливить человека и даже являться главной целью его творчества. Особенно в нынешней рэп-культуре. Однако по правде все ровным счетом наоборот. Известность и богатство в большинстве случаев опутывают человека, а не превозносят его, как некоторые считают, и редко кому удается выдержать давление и при этом и не сломаться. Именно по этой причине я бесплатно, лишь ради собственного удовольствия самого процесса записи и творчества «Дарю вам подкасты-киноведы, уже больше ста подкастов!» Кстати, у меня есть патреон. Ну, в общем, не зря Миядзаки говорит, обретение свободы – это самая большая радость, доступная человеку. И правда ведь, что может быть лучше без искусной и свободной жизни? Джон Цзы удил рыбу в реке, и правитель Чу прислал к нему двух сановников с посланием. В том послании говорилось «Желаю возложить на вас бремя государственных дел». Джон Цзы даже удочку из рук не выпустил и головы не повернул, а только сказал в ответ «Я слыхал, что в царстве Чу есть священная черепаха, которая умерла три тысячи лет тому назад». Правитель завернул ее в тонкий шелк, спрятал в ларец, а ларец тот поставил в своем храме предков. Что бы предпочла эта черепаха? Быть мертвой? Но что бы поклонялись ее костям? Или быть живой, даже если ей пришлось бы волочить свой хвост по грязи? Оба сановника ответили «Конечно, она предпочла бы быть живой, даже если ей пришлось бы волочить свой хвост по грязи?» «Уходите прочь!» воскликнул Джон Цзы. «Я тоже буду волочить хвост по грязи». Что ж, теперь я рассказал вам все, ну, почти все, и мне больше нечего добавить, ну, почти нечего добавить про Хаяо Миядзаки и его творчество. Мне хочется верить, что вы простите мои невинные выдумки вроде Габриэля Ферналья или Елисея Бонифация и не осудите мой способ рассказа. А то в последнее время меня частенько упрекают в том, что я слишком много говорю от себя своими словами, вместо того, чтобы оставаться объективным и непристрастным, и ссылаться к первоисточникам и авторитетам. Отвечу на это устами камю. Древние философы размышляли гораздо больше, чем читали. Вот отчего в их сочинениях так много конкретности. Но книга печатания все изменила. Теперь читают больше, чем размышляют. Вместо философии у нас одни комментарии. Именно это имеет в виду Жильсон, когда говорит, что на смену эпохе философов, занимавшихся философией, пришли профессора философии, занимающиеся философами. Дошло до того, что сегодня философский трактат, не ссылающийся ни на какие авторитеты, не подкрепленный цитатами и комментариями, никто не принял бы всерьез. Ах, мы говорили про Хаяо Миядзаки. Этому гениальному аниматору уже перевалило за 80, но выглядит он при этом не старше 40-50. Есть ли какая-то разница между человеком в 18 и в 60 лет, спрашивает сам себя Миядзаки. Полагаю, что в душе мы остаемся такими же. И вот еще кое-что. Прекрасная цитата Миядзаки. Наша жизнь это мерцающий в темноте свет. Спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Продолжение следует...